На этой книге, на этой стороне, здесь техникум наш, самое первое его здание, это цементный завод, нам отдал этот дом. Галине Васильевне было 15, когда она училась в техникуме. Девушка постигала профессию техника, механика промышленности и оборудования строительных материалов. В это время она познакомилась с будущим супругом. Он был известным воскитими спортсменом и дал ей свои лыжи для соревнований. Вскоре об этой встрече оба забыли, а спустя какое-то время снова встретились. Я прихожу домой, это мне уже 15, прихожу домой с техникума, сидит мой брат двоюродный и какой-то парень. Ну, кажется, он его привел. Вот говорит, Вовка с тобой хочет познакомиться. А я говорю, а ты кто такой? Воробьев стал. В семье было два Владимира Воробьевых. Один Григорьевич руководил техникумом, второй Алексеевич работал преподавателем. Владимир Григорьевич Воробьев – это отцов-брат. Он был первым директором техникума, который построил новое это здание. Раньше здание было музыкальная школа деревянная, сейчас девятиэтажки на этом месте стоят. Он построил учебный корпус, лабораторный корпус, общежитие и был первым директором очень много лет. У Галины и Владимира родились сын и дочь. Александр бывал в техникуме часто. Здесь работали родные ему люди. Галина Васильевна окончила институт и тоже начала преподавать экономику. Володя мой работал преподавателем физкультуры, но сказал, ты будешь здесь работать, я не буду работать. Он стеснялся меня почему-то. И он вскоре ушел в спортивную школу. В шестом классе отец сказал, все, сынок, завтра мы идем в лес, ты уже окончательно, ты становишься на лыжах. Вот первое впечатление, когда я тогда понял, что я уже полностью перехожу под ответственность отца, это было в шестом классе. Он всегда для меня был тренером. В первую очередь он был тренер. Он никогда не делил сын, дочь или кто-то. Мы его были ученики. У нас было очень много ребятишек и он ко всем одинаково относился. Ко мне еще, наверное, даже строже относился, чем к моим друзьям по лыжам. Он не делил сын никогда. Александр, как и отец, окончил омский педагогический. Валерия выбрала профессию мамы. Даже специализация была одинаковой. Галина Васильевна была любимым учителем многих студентов. Она часто возила ребят на Алтай. Ее ученики победили на Всероссийской экономической олимпиаде 1984 года, хотя главный приз мог забрать Воскресенск. Мы набрали там одинаковое количество баллов. А они проводили последний там. И как хозяева им надо отдать первенство. И, значит, меня пригласили уже в эту комиссию и сказали, ну, как они проводят вот это, им первое место, а вам второе. Я говорю, количество баллов одинаковое. Я говорю, я не согласна. И так на этом настояла. И нам присудили первое место, второго не было. Мы приехали сюда такими победителями. Нас возле знамени снимали. Тут весь техникум мальчишкам и девочке рукоплескал. Ну, они такие герои были. Когда Чернореченский техникум стал новосибирским монтажным, потребовалось больше преподавателей. Дочь Воробьевых Валерия тоже попробовала свои силы в педагогике. Интересно, что одна группа классный руководитель – я, вторая – Нонна Яковлевна, Сашина жена, а третья – левая. Галина Васильевна говорит, что в техникуме есть одна особенность. Человек либо работает здесь десятилетиями, либо сразу уходит. В их семье счет времени продолжается. Валерия и Александр Воробьевы трудятся в техникуме до сих пор. Сейчас он называется колледжем. И 1 сентября откроется вновь, чтобы принять студентов. Продолжение следует...